Двести лет назад этот форт был построен по приказу Наполеона, чтобы защищать Францию со стороны Атлантики. Теперь он арена для состязаний. Шесть команд бойцов нашего времени столкнутся в испытаниях силы, ума и храбрости. Но кто же победит? Может, это будут наши сегодняшние претенденты? Вы готовы к приключению? Форт Боярд Всем привет! Добро пожаловать в Форт Боярд, на состязание, в котором шесть команд пойдут до конца. Эти команды еще не знают, что их ждет впереди, но они готовы быстро реагировать на брошенный им вызов, потому что время работает против них. Точно, Лора, давайте познакомимся с нашими командами. Красные гадюки, мы дойдем до финала. Я не боюсь проигрыша, но хочу выиграть. Если будем сплоченными, мы легко достигнем нашей цели. Я считаю, что страх – это слабость, покидающая ваше тело. Синие акулы. Думаю, мы умеем побеждать. Я буду участвовать во всех конкурсах и буду стараться. Под давлением я становлюсь сильнее. Я справлюсь со всем. Я люблю сложности, они дают мне силы. Красные гадюки и синие акулы возвращаются. На этом важном турнире обе команды хотят набрать как можно больше очков. Вперед, гадюки! Что ж, войны, вы готовы к бою? Да! Отлично! Это будет увлекательное соревнование, Джина. Ты капитан команды. Почему сегодня выиграет твоя команда? Мы много чего умеем, поддерживаем друг друга. Используя силы каждого, мы сможем избежать неудачи. Отлично, хорошая команда. Ладно, повторите кричалку еще раз. Синие акулы! Я их поддерживаю, я их поддерживаю. Команды, вы готовы? Да! Каждая серия состоит из пяти испытаний, в которых команды будут выигрывать ключи. Нужно набрать как минимум три ключа, чтобы попасть в сокровищницу. А затем собрать как можно больше монет, чтобы пройти в финал. Да будет битва! Натянутый канат. Это испытание самое рискованное в форте. На уровне четвертого этажа натянут канат. Джимми должен пройти по канату и добраться до кошелька, в котором находится код, который нужен команде, чтобы открыть ящик с ключом. Давай, Джимми, иди не спеша. Ладно, ты начинаешь. Это одиночное состязание, гадюк. Джимми борется только против времени. Справится ли он? Я считаю, что всегда настроен на победу. Я пришел, чтобы победить. Похоже, он бесстрашен. Но есть одна маленькая мелочь. Я бы не хотел подниматься на высоту. Не хочется падать и получать травму. Отличное место, чтобы бороться с боязнью высоты. Джимми нужно пройти на высоте 20 метров по канату, длиной 50 метров. Тут нужна смелость и сосредоточенность. Джимми из команды гадюк должен как можно быстрее дойти по канату до кошелька и прочитать код своей команде, стоящей внизу. Хороший шаг. Не смотри вниз. Джимми очень старается. Вот так. Молодец, Джимми. От каждого шага канат качается все сильнее. Давай, Джимми. Давай. Следи за временем. Джимми из Нью-Йорка привык к небоскребам. Но не думаю, что он когда-нибудь ходил над пропастью. Вот так. Давай, держи шаг, сохраняй скорость. Джимми должен добраться до кошелька как можно быстрее. Время летит очень быстро. Он схватил его. Молодец. Но сможет ли он передать код своей команде? Нужно срочно открыть кошелек. Ребята, это все. Вы потеряли ключ. Джимми, с тобой все нормально? Ты молодец. Ты взглянул в глаза своему страху. Такого в твоей жизни еще не было. Давайте еще раз посмотрим на это. Я очень нервничал. Когда мне надевали лонжи, я смотрел вниз, в итоге я решился. Увы, я не выиграл, но это интересный опыт. Не буду расстраиваться. Нужно бороться дальше. После невероятного выступления Джимми, давайте посмотрим на счет. В этом испытании гадюки не получили ключ к сокровищнице. Главное сражение еще впереди. Перетягивание каната. За победу! Команды, как вы? Все хорошо? Да. Следующее задание для двух команд. Перед вами две веревки. Черная для акул, белая для гадюк. Веревки тянутся до самой воды. Команды должны затянуть их наверх, чтобы узнать код, который разделен на две части. Тянуть веревки тяжело, потому что к ним привязан груз. В комнату зайдут два человека от каждой команды. Кто идет от твоей команды, Эшли? Я с Уиллом. Ты с Уиллом. А у тебя Макс? Шон и Натали. Пойдут Шон и Натали. Хорошо. Это гонка. Первая команда, которая выкрикнет код, чтобы открыть ящик, получит ключ. Вам все понятно? Да. Вы готовы к испытанию? Да. Ладно. Испытание начнется по команде. Все участники, проходите в эту комнату. Ваше испытание начинается! Эти бочки весят более 20 килограммов. Их надо поднять на 12 метров. Пока ничья. Давай, давай, давай! Обе команды уже получили первую часть кода. Они тянут очень быстро. Первая часть есть. Соберитесь у ключа. 85, 85! 75, еще быстрее! Гадюки получили вторую часть кода. Неужели победят они? 92! Акулы тоже получили код. 9, 2, 8, 5, 9, 2. 8, 5, 9, 2. 8, 5, 9, 2. 4, 2, 3, 9. Это победа акул! Выходите, ребята! Выходите, команды! Молодцы! У нас получилось. Это первый ключ для акул. Акулы молодцы! Были проблемы? Тянуть тяжело. Крутить. Мы хорошо тянули. Веревка перекрутилась. Мне кажется, мы так быстро тянули, что это даже не заметили. Вы молодцы. Это испытание позади. Посмотрим на счет. Первый ключ от сокровищницы достается акулам. А у гадюк пока ноль. Гадюки, не грустите. Вы еще сможете выиграть ключи. Впереди задание для обеих команд. Готовы? Да! За дело! За мной! Уменьшающаяся комната. Следующее испытание в форте – это состязание со временем. И пространство. Макс и Таши зайдут в комнату, где к лабиринту на потолке прикреплены ключи. Задача – высвободить два определенных ключа, открывающих ящик на земле. Так они получат главный ключ. При этом комната будет уменьшаться. Их ждет сюрприз. Испытание начинается сейчас. Вперед, Таши! Таши должна получить первый ключ для гадюки и не столкнуться с гигантской змеей. В уменьшающейся комнате мы должны были провести ключ по лабиринту на потолке. А комната сужается. Это было очень трудно. А потолок опускается все ниже. Видите ключи? Вперед, давай, Таши! Помните, что им нужны определенные два ключа. Нужно найти два ключа! Таши сняла ключ. Вставляй его, молодец! Но он не подходит. Не волнуйся, Таши. Пробуй еще раз. Макс снял ключ. Время на исходе. Он тоже не подходит. Пробуй еще. А потолок все снижается. Им нужно найти подходящие ключи. Давай, Таши! Давай, Макс! Макс нашел первый ключ. Давай, Таши! Один, но высота потолка чуть больше метра. Да, да, давай! Это вызывает клаустрофобию. Макс, ты сможешь? Он снял еще ключ. Давай! Посмотрим, подходит ли он. Подходит! Он открыл. У него получилось. Выходите. Выходите скорее. Отлично. Молодец, юноша. Я не замечал, что потолок опускается. Я так волновалась из-за ключей, что даже не заметила змею. Я был счастлив, получив ключ. Я волнуюсь за команду, но мы получим следующий ключ. Гадюки все еще на нуле. А у акул два ключа. Ну что, ребята, готовы к следующему испытанию? Да. Вы готовы к следующему испытанию? Да. Тогда за мной. Вперед. Темный спуск. Итак, это испытание для самых смелых. Вы попадете в темнице форта. Вы должны залезть по этой лестнице, проползти по трубе и в полной темноте найти ключ, который прикреплен к мечу. Вас там встретят маленькие друзья. Потом вы повернетесь и выползете обратно. Макс, кто это сделает? Я выбираю Ивана. Иван, ты готов к испытанию? Да, мэм. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я тоже нервничаю, но я сделаю это ради своей команды. Хорошо. Тут время против тебя. Ясно. Так что иди туда, найди ключ и возвращайся как можно скорее. Хорошо. Испытание начнется, когда ты поднимешься по лестнице. Тебе понадобится этот шлем. Спасибо. Сделай глубокий вдох. Ты сможешь. Испытание начинается... Сейчас! Сейчас! Если Иван справится с испытанием, акулы вырвутся вперед с тремя ключами. У них будет много времени в сокровищнице. У тебя много времени, Иван. Молодец! Мошкара в трубе заставляет Ивана вертеться. Я пройду сложные испытания. Я буду рисковать. Я не боюсь трудных ситуаций. Вперед! Конечно, у него трудное положение. Иван в темноте ползет навстречу куче крыс. Он пролез по трубе и должен найти ключ. Вылезай и ищи ключ. Он где-то там. Я не вижу его. Он на полу, Иван! На полу? Он не может его найти. Щупай вокруг, там, где стоишь. Я щупаю. Тут одни крысы. Вот он, прямо перед тобой. Где? Впереди? Прямо под левой рукой. Он касается его. Он взял его! Вылезай! Вылезай! Ты должен вылезти! Давай, ползи! Быстрее! Он должен двигаться быстро. Время на исходе. Ему надо двигаться скорее. Темная труба – это все, что отделяет Ивана от победы. Получится ли у него? Давай, Иван, давай же! Молодец, двигайся! Это непростой подъем по узкой трубе. И он ничего не видит. Осталось 20 секунд. Он не видит! Иван, быстрее! Ты почти вылез, Иван, давай! Давай, Иван, вылезай! Вылезай, вылезай! Вот так, давай, Иван! Поздравляю! Смотри, в последний момент! Иван, поздравляю! Смотри! Ты успел! Расскажи, как ты? Эти мохнатые существа были неприятными. Было непросто. Но я рад, что успел. А как там было? Жарко? В трубе было жарко и очень тесно. Фантастика! Фантастика! Ты молодец, Иван! Молодец! После этого испытания смотрим на счет. У Гадюб все еще нет ключей, а у Акул их уже три. Вы серьезно вырвались вперед. У вас есть шанс выиграть еще один ключ. Вы готовы к следующему заданию? Да. За дело! За мной! Скорее! Баланс сил. Итак, команды. Ваша окончательная цель близка. Но перед этим у вас есть последний шанс выиграть ключ. Задача простая. Вот здесь доска. Она разделена на две части. И она стоит на штыре. Каждая команда будет ставить по предмету на свою сторону, пока один предмет не упадет. Тот, кто уронит чужой или свой предмет, проиграет этот конкурс. И не получит последний ключ состязания. Гадюки, вы поняли задание? Да. Акулы, вы поняли задание? Да. Тогда начинаем. Какая команда сможет пройти по пути к победе? А главное, кто получит больше очков после посещения легендарной сокровищницы? Ваше испытание начинается. Первым будет Уирьем. Правила просты. Если что-то упадет с доски, игра закончена. Вот так. Это самое ужасное задание. Такое напряжение, все смотрят друг на друга. Боже, что будет дальше? Кто проиграет? У нас не было стратегии в этой игре. Мы просто поднимали фигурки и ставили их. Очень хорошо. Помните, чем больше предметов на доске, тем сложнее играть. Таши выбирает. Проблем нет. Выбор предметов имеет значение, так как у них разный вес. На доске становится тесно. Он здорово рисковал. А вот и Иван. Его стратегия – выбирать идентичные фигурки. Гадюкам нужен этот ключ. Все в руках Уильяма. Он выбрал сундучок. И последний ключ достается акулам. Поздравляю, ребята. Отличная работа. У акул четыре ключа. И они получают бонусные очки. У гадюк ни одного. Но это еще не конец. Мы отправляемся в сокровищницу. Вперед! Синие акулы! Сокровищница. Акулы, гадюки, поздравляю. Вы дошли до главного испытания. Как ваше настроение? Отлично! Прекрасно. Итак, это гонка. У вас будет мало времени, чтобы собрать монеты в сокровищнице. Кроме того, вы можете добавить дополнительные очки к общему результату. Вы поняли задание? Да. Три ключа дают максимальное количество времени в сокровищнице. Если ключей не хватает, будут ограничения во времени. Акулы, сколько у вас ключей? Четыре. Четыре ключа? Фантастика! За четыре ключа вы получаете полные три минуты. А к собранным вами монетам мы добавим еще 150 штук. Вы молодцы! Поаплодируйте себе! Гадюки! Сколько у вас ключей? Ноль. Но я все равно скажу, вы здорово постарались сегодня. И вы попадете в сокровищницу. Без ключей всей команде придется ждать 20 секунд. В сокровищнице вы проведете 2 минуты 40 секунд. А два участника команды будут ждать еще 20 секунд после вашего захода. Итак, вот ваши карты. Ребята, тут вы должны постараться особенно. Ваше испытание начинается! Скорее! Когда ворота открываются, юные войны ищут символы своих команд и используют карты, чтобы как можно быстрее разложить свои символы на квадраты на полу. Потом они идут головам тигров. Если все разложено правильно, они получат ключ к сокровищнице и смогут собирать монеты. Давайте, ребята! Уилл заходит! Гадюки в сокровищнице. Но акулы далеко впереди. Они уже получили ключ. Они такие быстрые. К монеты акул уже высыпались. Молодец, парень. Хватай и беги. Бегите! Ладно, следующие двое. Все гадюки вошли в сокровищницу, но им нужно спешить, если они хотят выиграть. Они не тратят время зря. Хватают и бегут. Акулы хватают много денег. Не мешайте друг другу. А гадюки, наконец, получают ключ. Может случиться все, что угодно. Что угодно. Они получили ключ. Они должны добраться до сундука. Вот так. Гадюки открыли сундук и добрались до монет. Гадюки должны очень постараться, чтобы догнать синих акул. Монеты — это очки. Командам нужно набрать как можно больше очков, чтобы добраться до финала конкурса «Форт Боярд. Последняя битва». Им нужно протягивать руки, хватать монеты, подгребать их ближе, хватать их снова и подгребать. Да, тут нужны большие руки. Обе команды пытаются собрать как можно больше монет. Время на исходе. Часы тикают. Давайте, выходите. Давайте, скорее, выходите. Шон хватает последнюю горсть и выбегает. Все ли выберутся вовремя? Осторожно, осторожно, вот так. Отличная работа. Давайте посмотрим повтор. Наше посещение сокровищницы было волнующим. Ведь у синих акул четыре ключа и бонус в 150 монет. Мы собрали монеты, мы сделали то, что должны. Наша команда была очень собрана. Было сложно ждать снаружи, когда акулы уже добрались до монет и сыпали их в ящик. Это было здорово. Акулы, гадюки, вы очень старались. Теперь пора посчитать монеты. Начнем с гадюк. Ребята, посмотрим, сколько вы собрали. Итак. Гадюки очень постарались. Они герои, учитывая, как мало времени у них было. Хорошая работа, ребята. Гадюки, вы получаете 150 очков дополнительно сверхнабранного. Посмотрим, сколько же вы собрали монет. Это будет интересно. 1670! Это очень много баллов. Значит, сегодня победили синие акулы. На первичном этапе соревнования гадюки поднимаются на второе место. А на вершине – акулы, и у них 2700 очков. До следующего раза. Привет из грозного форта Боярда. Увидимся. Пока, пока. Форт Боярд. В следующий раз мощные ягуары встретятся со скорпионами в программе «Форт Боярд. Последняя битва». По-моему, мы отлично справились и получили четыре ключа. У нас было мало времени, и 1230 – это отличный счет. Я горжусь своей командой. Мы молодцы. Это удивительный опыт. Это не повторить. Я этого никогда не забуду. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.